Берем горбушу и отрезаем голову и хвост. Достаем внутренности и промываем рыбку. И разрезаем на стейки. Достаем тару, складываем туда рыбку и немного присаливаем. В конце хорошо засыпаем солью. И отправляем мариноваться. Утром смываем с рыбы соль и закладываем в банку, так как я показываю видео с применением душистого перца и лаврового листа. И заливаем растительным маслом. Немного приминаем ложкой и отправляем в холодильник. Берем язык и голень для холодца. Перекладываем все в кастрюлю и отправляем вариться на 3 часа. Берем свиные рульки и делаем в них надрезы. Добавляем черный молотый перец и соль. Разрезаем зубчик чеснока напополам и закладываем в надрезы. Кладем в рукав для запекания рульки и заливаем пивом. Завязываем крепко узел и отправляем мариноваться до утра. Берем уточку и посыпаем черным молотым перцем. Отрезаем все лишнее, посыпаем солью и хорошенько натираем уточку. Берем яблоки, разрезаем напополам и фаршируем ими утку. Зашиваем отверстие, берем рукав для запекания и погружаем в него утку. И отправляем мариноваться в холодильник до утра. Делаем в морковке отверстие, кладем в пакет и отправляем вариться в микроволновку на 7 минут. В картошке также делаем отверстие, кладем в пакет и отправляем на 15 минут. Свеклу отвариваем 20 минут. За полчаса до приготовления холодца кладем лавровый лист и соль. Немного приминаем ложкой и добавляем душистый перец. Еще я добавил 2 зубчика чеснока. Берем кастрюлю и погружаем в нее яйца и отправляем вариться на 20 минут. Подготавливаем все остывшие овощи к салату селедка под шубой. Чистим и нарезаем мелко лучок. Мелко шинкуем и перекладываем в отдельную тарелку. Добавляем 2 чайные ложки соли и 2 сахара. И заливаем уксусом, разведенным с водой. Натираем свеклу, картошку и морковку на крупной терке. Берем филе селедки и мелко нарезаем. Перекладываем в отдельную тарелку и начинаем чистить яйца. Яйца также натираем на крупной терке. Переходим к оформлению салата. Первый слой выкладываю картошку. Следующий выкладываю селедку. Выравниваю слой и выкладываю маринованный лучок. Заправляем все майонезом и выкладываем морковку. Снова заправляем все майонезом и выкладываем слой из яиц. Следующий слой из свеклы заправляем ее также майонезом. Хорошо все разравниваем и выкладываем слой из картошки. Следующий слой из селедки и сверху маринованный лучок. Заправляем все это майонезом и выкладываем морковку. Так как делаю я, делать не обязательно. Делайте так, как вы привыкли и какие слои вам больше нравятся. Выкладываем свеклу, майонез и все разравниваем. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник. Берем кастрюлю с отварным мясом и достаем свиные языки. Чистим их от верхней пленки и нарезаем маленькими кубиками. И перекладываем в отдельную тарелку. Картошку, морковку, малосольные огурчики и яйца также нарезаем маленькими кубиками. Все наши подготовленные нарезанные овощи высыпаем в общую тарелку. Открываем горошек и высыпаем в салат. Добавляем хорошую порцию майонеза и подсаливаем по вкусу. Тщательно все перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник. Для морковного салата нам потребуется сырая морковка. Чистим ее и отрезаем хвостики. Натираем на самой мелкой терке и перекладываем в отдельную тарелку. Солим и добавляем чеснок по вкусу. Заправляем все майонезом и тщательно перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник. Для холодца берем вареное мясо и отделяем его от кости и немного измельчаем. Перекладываем в форму и заливаем тем бульоном, в котором варилось мясо Накрываем крышкой и отправляем в холодильник Для тарталеток берем грибы и мелко нарезаем Перекладываем в отдельную тарелку и мелко нарезаем лук И отправляем обжариваться Наливаем растительное масло и обжариваем лук до золотистой корочки Следом залетают грибочки Когда грибы ужарятся, добавляем плавленый сыр с добавлением ветчины Добавляем черный молотый перец и соль по вкусу Тщательно все перемешиваем и все готово Берем остывший салат и тарталетки И просто фаршируем тарталетки с салатом Вот такое количество у меня получилось Перекладываем на тарелку и отправляем в холодильник Берем замаринованную утку и рульку Перекладываем на противень и отправляем в духовку примерно на 2-2,5 часа А пока подготовим пюре Разрезаем картошку напополам Перекладываем в кастрюлю и отправляем вариться до полной готовности Готовность картошки проверяем ножом Если спадает, то все готово Сливаем воду и начинаем мять картофель Добавляем соль по вкусу и сливочное масло Также добавляем молоко и хорошенько все перемешиваем Наше пюре готово На следующий салат берем морепродукты Перекладываем в отдельную тару и хорошенько промываем На раскаленную сковородку высыпаем морепродукты Добавляем 150 мл соевого соуса и хорошенько все перемешиваем Добавляем 2 ложки столовой сахара Готовим еще 5 минут и все готово По истечению заветного времени достаем утку и надрезаем рукав И отправляем еще на 15 минут Через 15 минут достаю оба блюда Переходим к оформлению салата из морепродуктов Достаем листья салата и рвем руками Берем тарелку и перекладываем И пересыпаем остывшие морепродукты Добавляем сок лимона и хорошенько все перемешиваем Украшаем наше блюдо кунжутом и все готово Ребят, привет! Вот такой вот новогодний стол у меня получился за 3000 рублей Я сразу скажу, что в этой части видео я буду отвечать, наверное, На все вопросы, которые у вас должны возникнуть во время просмотра этого видео Откуда я взял эти продукты? Какая цена была? Почему я взял это шампанское? Почему я взял сок? Сколько это вообще стоило? Где я что покупал? Тем более у меня здесь вот такая огромная куча чеков Ребят, я колоссальное количество времени потратил на формирование этого стола, на это меню Все очень хорошо продумал, но обо всем будет у нас по порядку Начнем с того, что у меня на этом новогоднем столе за 3000 рублей представлено Это салат оливье со свиными языками Холодец Холодец я покупал набор для холодца Там вот эти голяшки такие, ну типа рульки, только нижняя часть Вот маленькие такие Мясо там чуть-чуть было, чуть-чуть Плюс я еще с языком варил Поэтому бульон вообще офигенный наваристый, офигенный пах Вкусный По совету моих подписчиков Я взял, слил первый бульон, потом залил За полчаса до готовки добавил все специи Какие специи, можете посмотреть в этом видео Следующее Тарталетки Тарталетки с грибами и плавленым сыром Опять же, использовал сыр из прошлого видео, которое я покупал за 52 рубля или 53 рубля В чеках, естественно, это все есть Это все отражено Потому что был вопрос, где ты взял сыр за 50 рублей Там вот это все Ребят, в чеках все есть Следующее блюдо Это, ну горячее, да, главное блюдо наше Это утка с яблоками Ну здесь ничего такого Пошел, взял утку, там 250 рублей килограмм утки стоит Уточка на 2 килограмма у меня вышла В принципе Ну а что еще надо? Посолил, поперчил Яблочки засунул Вкусный жару Ой, вообще Так пахло Просто шикарно Ну, на гарнир как бы пюре Пюре так же В чеках отражено, что я купил молоко Что купил сливочное масло И все Сделал пюре Вкусно, классно Картошка эконом из ленты Офигенная картошка Перебрать надо было Но, но хорошо Рулька в пиве Ну, у меня был уже ролик Я говорил, что это рулька в пиве по-баварски Разъясняю, почему я так говорил Ну, типа по-баварски В плане того, что она готовится в пиве Ну, не более Не то, что там баварский Какие-то каноном Или там То, как Там с глубины В глубинке Баварии Там какая-то бабушка 70 лет так готовит Нет, я об этом не говорю И Я это все Делаю в рукаве Я не варю рульку Я просто Заливаю пивом И отправляю в рукав Она так же там варится Вываривается Три часа у меня находилась В духовке Все замечательно Очень вкусное блюдо Я его обожаю Потому что оно, во-первых Дешевое А во-вторых Вкусное И подходит Ну, оно как-то и необычное Оно может на праздничный стол идти Может быть Просто там С пацанами посидеть Пиво попить Сделай рульку И это тоже будет хорошее решение Ну, естественно Пюре Опять же На гарнир Следующее блюдо Следующее блюдо Это у нас Селедка под шубой Ну, в принципе Она классическая Да, ну просто В таком Как открытый торт Да, или как это Называется Я в кольце сделал Ну, и красиво Празднично Как-то смотрится Ну, в принципе Из таких вещей Как Селедка под шубой Оливье Да Ну Это был бы, наверное Не Новый год Потому что Это как-то Новогодняя классика Если ты это готовишь Это обязательно Новый год И это праздник Это праздник Для всех нас Следующее блюдо У нас Салат из морепродуктов Морепродукты Я купил на базе Целый килограмм За 300 рублей Тоже Чек есть Я, если честно Этими чеками Всех достал на базе Потому что Они такие Блин Я понимаю Что они там Может от налогов Хотят уйти Либо еще какие-то Такие моменты Не очень они любят Товарную накладную Они без проблем Дадут Все Но К товарной Накладной Еще вот такие Вот чеки Пробиваются И Что подтверждено Что я это купил Кстати Это Кстати К другому блюду Относится Вот Подождите 300 рублей Морской коктейль Пожалуйста Чек есть Все Оплатил Я эти чеки Все Сфотографирую И постараюсь Под видео Наверное Оставить Потому что Их слишком много Чтобы вы все Все это просмотрели Надеюсь Это Будет полезная Интересная информация Да С морепродуктами Я добавлял Своевый соус Своевый соус Тоже отражен В чеках Ребят Рыба Горбуша Офигенная Мне писали В комментариях Что Вот там Праздничный Новогодний Стол Типа Хотелось бы С морепродуктами Красные рыбки Пожалуйста Морепродукты Красная рыбка Красная рыбка Горбуша Я на базе взял Вот он Чек 250 рублей Килограмм Вышла она мне На кило 300 Вот это все 325 рублей Ребят 325 рублей Кило 300 Рыбы Я хвост И голову Я сделал уху Вот Сварил еще уху Покушал Замечательно А все остальное На стейки порезал И замариновал Видео все показано Смотрите Вообще Вопросов там не должно быть Элементарнейший Рецепт Просто И Естественно Мой новогодний стол Не мог обойтись Без Максимально Бюджетного Салата Этот салат Он классический Это морковка С майонезом И чесноком Та же история Что из прошлого Видео Там только была Вареная свекла А здесь свежая Морковка Этот салат Знает наверное 99% Моих зрителей Они его ели И я думаю Они понимают Что в этом Нет ничего плохого Он всегда был Вкусный Хорошая закуска Под горячие Напитки Вообще Замечательно Теперь плавно Мы переходим К шампанскому И к сокам Я зашел Такой В светофор Кстати Ремарочка Да такая Я ходил Везде Было шампанское Ростовское Российское Вот эта вот Вся история 164 рубля Вот Бутылка шампанского Ну я уже как-то Не вписывался В бюджет Там реально Копейка к копейке У меня шло Все это И Я сделал свой выбор Короче Взял светофор Потому что По составу Ну в принципе Оно все одинаковое В этой ценовой категории Там у них только Мне кажется Наклейки меняются И все По акции 124 рубля Бутылка шампанского Вот этот сок Я честно не помню Там чек есть То ли 60 рублей 2 литра Этого сока Я его попробовал Ребят Вот Честно Я вот не совру С добрым Вот добрый Да вот этот сок 2 литра Который там 200 рублей Там вообще сумасшедшие деньги За этот сок отдавать Он стоит 200 рублей Это там В 4 раза дешевле Условно Ну примерно Я не помню И он такой же на вкус Абсолютно Он такой же на вкус Что-то шампанского Не знаю Ребят Я это конкретно Шампанское Не покупал Не пил Я вообще шампанское Не люблю Я такой человек Мне лучше там Коньячок Или там Виски с колой Могу попить Это ну в принципе Это мой потолок Водку тоже я не пью Все Шампанское я не Я не пробовал Состав везде одинаковый Одна ценовая категория Вот везде он просто будет одинаковый Но как бы для красивого стола Да Что у нас есть И деликатесы И красная рыба И этот Оливье с языком И морепродукты И утка И рулька Это в пиве И тарталетки И классика И шампанское И сок И это все За 3000 Там За 3100 рублей Я считаю Ну это Это великолепно Я Я не знаю Может горжусь Не знаю собой Ну что-то у меня такое Вообще бабах прям И Я начал везде смотреть Я Тут чеки есть даже С одного и того же магазина Два чека В разное время Потому что я сравнивал Я сравнивал продукты Вот Растительное масло Ну нафига мне это растительное масло Там 0 литр его покупать Да Ну у меня 0,5 масла У меня еще и осталось Ребят Я и рыбку залил Я и пожарил На этом масле Там У меня оно осталось Так что Если у вас есть растительное масло Это еще минус К чеку Соевый соус Это тоже минус К чеку Сливочное масло Это тоже минус К чеку У вас Будет меньше 3000 рублей Этот стол Я вам Ну вот гарантирую Но просто нужно все это делать с умом Нужно делать так Что Не пойти в один магазин И купить это все Нет Нужно наверное День наверное потратить Сначала сравнить все эти цены И естественно Если у вас в городе Есть какие-то продуктовые базы На которых закупаются Вот эти вот маленькие ларечки Да Маленькие магазинчики Заедьте туда Я вот заехал У меня такой вот случай С горбушей Да Случился Я заезжаю на эту продуктовую базу Есть горбуши Да Да Есть Пласты 11 килограмм Это вот Ну Условно там 8-9 рыб Лежит Пласт замороженный И все Мы типа оптом отпускаем Я говорю А где можно взять поштучно Ну спроси Вон туда Типа иди Там спроси Я подошел Распродали Будет в пятницу Блин Я и так этот стол уже собирал Блин Вот просто космическое количество часов И дней Ну там День-два Я по-то день Мониторил ходил Потом второй день Что-то одно купил на базу Съездил Потом другое Третье И Ну как бы Он говорит Да я не знаю где там В итоге там взять его Ну я пошел короче дальше И Зашел В один единственный Последний Магазинчик Он говорит Да у нас есть Говорю Сколько 250 рублей килограмм Ребят 250 рублей килограмм Горбуша Я такой Блин Она мне подходит Я говорю А рыбины от скольки От килограмма Я думаю О Это мое Это вот то Что мне надо Я Блин Я Я так обрадовался Этому То что Мой новогодний стол Тут еще и красная рыба Будет И она помещается сюда Ребят Это Это просто восхитительно И У меня проблема Кстати еще была Не все чеки давали Вот На продуктовой базе Я смог найти чеки Вот у меня Пошел в магазин С овощами Да например У меня есть Этот чек Там написано Овощи Фрукты Да Основные овощи Я купил в ленте Там все указано А вот овощи Фрукты Вот я грибы Шампиньоны покупал И там Головку чеснока И Там просто указана Сумма там 180 рублей Вот Кстати Грибы Шампиньоны Были по 170 рублей Килограмм Я в ленту зашел Там было 220 рублей И Я такой думаю Блин Это Ну типа Мне же килограмм надо И Хотя бы килограмм Ну на тарталетке Я такой Блин Надо пойти по овощникам своим Ну Куда я там заходил Захожу Ну возле дома Наверное у каждого Есть эти овощные точечки И я захожу И такие 170 рублей Да Слава тебе Господи Я типа Вообще Таким победителем Чувствовал Ребят Это Это вообще Так было офигенно Какая-то игра Знаете Такая Типа Найти дешевле надо Заходил Утки Узнавал А Ну вот Я что-то перескакиваю У меня куча мыслей Пошел Купил В чеке Не отражено Что это шампиньоны Но там показано Что я купил Фрукты и овощи Ну Магазин фруктов и овощей Потом Следующее Заходил на рынки У них ни у кого Не было чеков На утки Ну понимаете Да Там все частники И утки Такие 310 рублей килограмм 350 рублей килограмм Я такой Блин А говорю Поскольку Ну 3 килограмма Блин Тоже как-то Это Думал уже Думал Блин Может опять Курицей что-ли Заменить Ну такой Нет Типа Ну это Я не буду победителем Да В этой ситуации Если я не найду утку И она не будет На моем новогоднем столе Так как У меня Ну в принципе Большая куча денег Это 3000 И Ну для кого-то Она может и маленькая Для меня она большая Да И я понимаю Что я должен И то И то И то И холодец И то И утку Короче нахожу В магазине Где я покупал Да В магазине В том Я поехал Хотел купить рульки Кстати Свиные уши С прошлого ролика 150 рублей килограмм Уже стоит И Я поехал в магазин Смотрю У них Утки домашние Или как они там Называются Такие Синюшные Какие-то Лежат Я такой Смотрю А сколько Она говорит 2 килограмма Я говорю А почем 250 рублей Я думаю Отлично Приготовлю Хорошо Выглядит Запах Вообще Офигенный И туда Яблоко Положил Пока Блин У меня же слюнки Текут Я пока Это все Подбирал Перекладывал Да Вот этот жирок Ну вы понимаете Да О чем я Вот этот Утиный жирок Это фантастика И Утку я взял Все как бы И подумал Надо что-то еще Из мясного Это Типа не делай Я сделал просто Свое блюдо Которое Блин У меня этот ролик С рульками Этими А вдруг Оно там Взорвется У тебя Это Когда будет Пиво Ты наливаешь В этот рукав И он Типа должен Взорваться Я такой Блин У меня никогда Ничего не взорвалось Ребят Я постоянно Я готовлю Это блюдо Оно в принципе Раза Два Наверное Раз точно В месяц Бывает Бывает Два раза В месяц Я готов У меня ничего Не взорвается Ну как бы Это бюджетное Вкусное Блюдо И я оставлю Ну вставочку Да С видео Я для вас Специально Достал Такой Посмотреть Сколько там Пива осталось Что Ну там Типа уже Все на готове И Все подрумянилось Кстати Не разрезал Я Чтоб оно Так вот Красиво Подрумянилось Я не разрезал Ничего И Как видите Оно Фантастически Красиво Выглядит Такой Карамельный Цвет Ну в принципе Что вам еще сказать Чеки Фотки Я оставлю Ознакомитесь Кстати Вот что Я забыл Сказать Единственное Это филе Селедки В одном Месте 350 рублей Килограмм Филе Селедок Стоит Я там Частенько Покупаю Вкусное Филе И А не было чека Все В магазинах Это дорого Я там взял 400 грамм На вот этот салат Ну я ж не буду Там Ну блин Ну И Он мне пробивает Я понимаю Что это стоит 400 грамм 136 рублей Ну и все Я такой Блин А как это доказать Я такой Думаю Блин Ну ладно Вы там по чекам Подобьете Ну ребят Филе Вот я вам Вот честное слово Говорю 136 рублей Она стоила Все Это единственное Что нет Конкретно Вот в этих вот Чеках Всех Естественно Я не стал покупать Килограмм соли Перец Вот этот лавровый лист Тушистый перец Мне кажется Есть у каждого И оно как бы Не несет вообще Никакой основной массы К этому чеку Ребят Я вот куплю Килограмм соли Я могу отготовить Полгода на этой соли Вот серьезно Вот куча блюд Наверное И то наверное Потому что Я фудблогер Да И добавляю соль Намного чаще Поверьте Чем вы И мне Вот дофигища Вот просто Вот килограмм Этого Я даже во внимание Не беру Давайте тогда Может всю эту соль Мы пересчитаем Ну сколько я здесь Ее потратил Ну просто есть там Комментарии А вот соль А вот перец Да ребят Это Ну вот специи Есть наверное У всех Наверное Нет только у тех Кто только заехал В квартиру Все продукты Они выкинули Ну если вы живете В квартире Да готовите Ну у вас всегда Есть какая-то база Специи База продуктов Которая Всегда с вами Да и не надо Каждый день бежать И на каждое блюдо Это покупать Поэтому я Надеюсь этот вопрос Тоже отпадет Вот В принципе Этот чек Вот вы можете Там сказать Вот шампанское плохое Я люблю там другое Там или подороже Люблю Пожалуйста Минус 124 рубля За шампанское Чек еще дешевле Если у вас еще есть Сливочное масло Растительное масло Это еще минус К чеку Так что Как-то так Еще хотел Ребят Сказать Чтоб Наверное Я вот Когда ходил По магазинам Все какие-то Злые были Да Тут Люди там За картошку Эту не дрались Когда Вот это эконом Знаете Вот в ленту Высыпают Там В натуре Они там Чуть не дрались Я такой Смотрю на них Блин Ребят Вы что Типа Одичали Что ли На автомобилях Гоняют Подрезают Сигналят Все куда-то Спешат Ребят Не спешите Никуда Это вот Я просто Вас прошу Сохраняйте Всегда Какое-то Хладнокровие Какое-то Спокойствие В каких-то В массовых В магазинах В магазинах На дороге Да Мы все напряжены Ситуация Ну вообще Как бы Такая у нас Шаткая И Хотелось бы Чтоб Все как-то были Ну наверное Добрее К друг другу Не злитесь Не надо Выснять отношения Либо там Подрезать Кого-то Просто Будьте Спокойными Берегите себя И своих близких Всех С наступающим Новым Годом Пока-пока